Дай почитать «Фрау Волле» и «Аромат шоколада». Издательство «Росмен» уже на обложке заявляет, что это мировой бестселлер для детей. Главные герои книги сестра Мерле, 11 лет, и брат Морец, 8 лет. Их мама работает в больнице и очень устает. Папы нет, но они его любят и скучают по нему, ведь он когда-то сочинил для них множество прекрасных историй. Но самое загадочное – про сказочную страну Бедокурию. Дети каждую ночь слушают под одеялом радиоприемник. Там идут музыкальные передачи, которые ведет их отец, неизвестно из какой точки земного шара. Но однажды мама объявляет, что должна теперь дежурить в больнице по ночам. И не может без присмотра оставить Мерле и Морец. Понятно, какому ребенку, считающему себя взрослым, это понравится, но что поделать. Однако на роль ночной няни соглашается странная гизина Волькенштайн, владелица жуткого черного магазина, глотающего несчастных ребятишек. Ну, так гласит народная молва. Женщина выглядит пугающе. Глаза у нее постоянно меняют цвет. То зеленые, то желтые, то янтарные. Очень тонкие губы. У туфель каблуки разной высоты. А еще она умеет найти слабое место у ребенка. Шоколадки и какао с корицей и шапкой взбитых сливок. Но делать нечего. Брат и сестра остаются с няней в первую ночь и попадают в ту самую страну-бедокурию, где царствуют клыкастые тролли. И это не сон. Ведь утром у детей все ноги оказываются исколотыми, острыми, шоколадными клинками жутких троллей, которые не хотели отпускать их домой. И кормят шоколадом, чтобы у них выросли огромные острые уши. Ужас прост. А есть еще длинная потайная лестница. Там ниши. А в этих нишах набитые чучело детей, у которых лица перемазаны шоколадом. Да, сказочка получилась еще та. Вопросов много. Ответы ищите в книге Юта Рихтер «Фрау Воле» и «Аромат шоколада». Ноль плюс. Дай почитать.